И собрал царь израильский пророков 400 человек. Всегда есть такие придворные пророки при царях, придворные, которые служат там, изображают бурную духовную деятельность. И их много, потому что рядом с царем это всегда сытно, это всегда выгодно. И вот 400 пророков и сказал, идти ли нам на Ромов Галаадской войной или удержаться? Они сказали, иди, и Бог предас его в руку царя. Видите, эти лжепророки придворные не просто говорили, иди, но именем Божьим все благословили вооружение. И сказал Иосифат, нет ли здесь еще пророка Господня? Потому что в отличие от Ахава, а мы знаем Ахава этого царя со своей женушкой и Изавелью, они любили гнобить божьих пророков. Мы читаем, как они гнобили Илью, пророка. Это люди были без совести, без чести. Но Иосифат был другой. Как-то чувствуешь, что это не то. Вроде бы все красиво, красивое представление, пророки все устраивают, служение идет, молитва совершается. Аж это не то. Не то чего-то тут. И он говорит, может, здесь еще есть какой-нибудь пророк? Вот шестой стих. Нет ли здесь еще пророка Господа? Спросим у него. И сказал царь израильский Асафат. Есть, есть еще один, через которого можно вопросить Господа, но я его не люблю. Почему же он его не любит? Наверное, его пророчества не сбываются. Или он ложь пророчествует, да? Почему же он не любит так этого? Или, может, там выглядит как-то он нелепо? Или ведет себя некультурно? Плюется там в царских палатах? Что же он так этого пророка не любит? Нет, не поэтому. А не любит его, смотрите, седьмой стих, но я его не люблю, потому что он не пророчествует обо мне доброго. Потому что пророчество, оно должно быть доброе. Вот если это доброе, оно пророчество. А если не доброе, если не доброе, то я не люблю. Не пророчество эти, не пророков этих. Не люблю. А вот постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иемвлая. И сказал Иосафат, не говори так, царь. Не говори, не надо. Он такой был, надо всех выслушать. Все мнение надо, выслушать каждого. Не надо так говорить, царь. И вот позвал царь израильский одного евнуха и сказал, сходи поскорее за этим Михеем, сыном Иемвлая. Царь же израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на своем престоле, одеты в царские одежды. Ну, то есть, видите, церемония на высшем уровне. Сидят на престолах два царя Израиля и иудеи, одеты в царские одежды. Вы просто представьте себе это, да? Царские одежды сидели на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын, хинаны, железные рога. И сказал, так говорит Господь с ними, избадаешь сириан до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на ромов галацкий, будет успех тебе, и предас его Господь в руки царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему, «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю, пусть бы и твое слово было так же, как каждого из них, из реки, и ты добрая». И сказал Михей, «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то из реку я». И пришел он к царю и сказал ему, «Царь Михей, идти ли нам войной на ромов галацкий или удержаться?» И сказал тот, «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». И сказал ему царь, «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины, во имя Господне». Вот опять-таки мы читаем эту историю, древнюю историю. Ну вот представьте себе, это высший уровень царь. И не просто царь, а царь, который принимает другого великого царя. Два царя сидят. Израиль, иудеи. Там вот слуги, там стража, армия находится, там какие-то сановники. Тут же богослужение с участием пророков. Очень творчески они подходят. Сидекия взял рога. Видите, да? Ходят, показывают. Этими рогами избадаешь. А рог в древности – это не символ дьявола, как сейчас думают некоторые, а символ силы. Да, это символ силы, что сила будет такая. Прямо избадаешь этими рогами. То есть, ну все на высшем уровне. И вот зовут Михея, пророка, который не был среди придворных. То есть, тут были все рядом свои, а он тут своим не был. Ну, зачем он тут нужен был? Он же ничего доброго-то не говорил. Худой что-то говорил. Поэтому его и не звали. Ну, решили позвать. И вот пригласили Михея. И вот Михея оказывается. Я не знаю, вот вы оказывались ли когда-нибудь вот в таких местах, где так все величественно там вот. Я помню, мы как-то с пасторами Екатеринбургских евангельских церквей были приглашены к губернатору. У нас тогда еще, помните, был губернатор Россель, да, такой у нас был Россель. Вот. И нас пригласили. Вот это была недавно выстроенная только резиденция губернаторского. Вот. Мы были рады этому, потому что было много вопросов, которые мы хотели задать губернатору, решить по свободе служения, свободе совести, там проповеди. Мы так собрались, пошли туда с пасторами. И вы знаете, вот это не уровень царский. Это область наша, да? Резиденция губернатора. Но когда там въезжают, там машины, вот там стоят, такие стоянки, входы с тебя ведут, лестницы красивые, там все так, перила, ковры красные, дорожки какие-то. И мы там зашли и сели, там столы большие такие, все там канделябры висят. Мы сели с пасторами, сидим, зашел с помощниками губернатор, сели, начали общаться. И вы знаете, вот сама вот эта атмосфера, она оказывает такое влияние. И я смотрю, пасторы начинают говорить, мы планировали говорить об одном, а они говорят совершенно другое. Потому что как будто сама атмосфера, она побуждает тебя говорить доброе. Хотя в то время, это помните как раз, когда нас пикетировали каждое воскресенье, помните эту ситуацию? Восемь лет, с 1998 по 2006, приходили религиозные экстремисты, и каждое воскресенье с плакатами, помните эту ситуацию, да? То, что у нас было. Что-то доброго-то было. Что хорошего-то было. Была масса проблем. А я вдруг заметил, сама атмосфера, она была такая давящая, она как будто заставляет тебя говорить доброе, хорошее. Мы потом вышли, я говорю, пастор, вы что, мы же собирались как-то не так. Все были немножко обескуражены. Поэтому, когда Михея привели вот в эти царские палаты, и привели его, и там эта вся атмосфера. И тебе много раз говорят, только ты там смотри, вот у нас пророки все, у нас так все хорошо. У нас же планы есть. Пророки благословили. Там такое у нас служение, помазанное вообще. Там кто-то с рогами бегает, кто-то там говорит. Ну просто все в таком энтузиазме. Сейчас на ромов гадский просто. Ничего от него не останется, от этого ромово-галаадского. Все такое. Не портьте нам праздник, Михей. Не портьте атмосферу радости, торжества. Боевой дух наш. Нечего тебе сокрушать тут своими какими-то пророчествами. Все говорят такое. Тоже скажи, как все. Там 400 человек. Ты что, особенный что ли? Что с тобой Бог говорит, он с другими не говорит. А с тобой говорит, горделивый ты брат. Поэтому вот привели его и говорят, ну что, идти на ромов галацкий. Он говорит, ну да, что не сходить. Сходите, идите. Но царь, думаю, опять Иосафат почувствовал, что-то не то. И он ему говорит, ну заклинаю тебя, чтобы ты ничего не говорил, кроме истины. И вот 16 стих. И тогда Михей сказал, я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром. И сказал царь израильский Асафату, не говорил ли я тебе, что он не пророчествует на мне доброго, а только худое. И сказал Михей, так, выслушьте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя израильского, чтобы он пошел и пал в ромове галаадском. И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, и сказал пред лицом Господа, я увлеку его. И сказал Господь, чем? Тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он, ты увлечешь его и успеешь, пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, который там с рогами бегал, и ударил Михея по щеке и сказал, по какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе? Мехея, сказал Михей, вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться. И сказал царь израильский, возьмите Михея, отведите его к Амону, градоначальнику, и к Киасу, сыну царя, и скажите, так говорит царь, посадите этого, даже по имени его не называл, этого вот, вот этого, в темницу, и кормите его хлебом и водой скудно, доколе я не возвращусь в мире. И сказал Михей, если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал, слушайте это все люди. И пошел царь израильский и Асофат царь иудейский к Рамофу Галаадскому. Дальше история произошла точно так, как говорил пророк Михей. Царь Ахав был убит. Был убит. Причем случайным выстрелом. Там случайная стрела была, попала в него. И убили. Поэтому, но, видите, другие люди, другие какие-то планы военные, а ситуации очень схожи. Пророк, который пришел и говорил, он как-то оказался чужим на этом празднике жизни. Неудел пришелся. Все думали, зачем это нужно? Ну, к чему? Что ты говоришь? Все нормально же было. Что тут портить нам праздник? Нет, испортил. И что его? Ну, в тюрьму. посадили в тюрьму, чтобы больше не смущал население. Аминь.